Наша история. Наша трагедия. Наша гордость. Наша судьба. Тайны, судьбы, имена. Субтитры создавал DimaTorzok Кейки! Сдавайся! Ты окружен! 1923 год. Тургайские степи. Уже несколько часов идет ожесточенная перестрелка. Не смолкай, быстро. Карательный отряд красноармейцев после многих неудач наконец-то смог выйти на свет похоронного мятежника и свирепого бандита. Осведомители указали на дом, в котором он остановился для ночлега. Жилище тут же окружили, но подойти к нему невозможно. По ту сторону баррикад меткий стрелок, который бьет без стрелок, не пропуская окруживших его солдат на расстоянии оружейного возраста. Единственный способ приблизиться к дому – это выстроить перед собой живой щит из местных казахов, мирных жителей. По-своему он стрелять не станет. Укрывшийся в этом доме никто иной, как Нурмагамбет Кокимбайла. Бандит и мятежник для одних, защитник и герой для других. Это его последний бой, после которого имя, гремевшее на всю степь и вселявшее, дикий ужас в сердца врагов будет стерто из официальной истории, но сохранится в легендах и памяти народа, за свободу которого Батыр-одиночка Кейка и отдал свою жизнь. Я бы сказал, что, во-первых, он национальный герой. Национальным героем он остался в памяти людей. Первый из руководителей повстанского движения по освобождению Казахстана от Нига Российской империи. Бескрайняя Тургайская степь. Вольная, величественная. Живущие здесь люди такие же. С широкой душой, открытым сердцем, сильным телом и духом. Честь, достоинство и справедливость не пустой звук для них. Так сложилось исторически. На этой земле родился и вырос Кейка. Сын своего народа, сын своей земли, воспитанный традициями и примером предков. Но долгие годы его имя было вычеркнуто из памяти потомков. У нас был очень талантливый писатель Ахан Нурманов. Он рано скончался, всего в 33 года. И он был первым, еще в советское время, кто изучал историю Кейка Батыра и написал об этом книгу. Но он знал, что советская цензура не пропустит произведения о Кейке Батыре, и поэтому он не смог открыто озвучить его имя в своей книге. А назвал ее «Гибель Кулана». На протяжении всего советского периода имя Кейка Батыра тщательно стиралось из нашей истории. Настолько тщательно, что после него не осталось практически ничего, никаких памятных вещей. Кроме вот этой деревянной то ли тумбы, то ли сундука. Эту чудом сохранившуюся вещь принес в Аркалыкский краеведческий музей житель поселка Карасу. Она стояла в домике Кейка Батыра. Он прикасался к ней, хранил здесь свои вещи. На тумбе указана даже дата изготовления, 1916 год, вошедший в историю как начало первого казахского национального освободительного движения. К этому времени в степи сложилась сложная ситуация. Казахи оказались изгоями на собственной земле. Царское правительство в пользу переселенцев отнимало у коренного населения лучшие земли. Грабительские налоги и поборы, несправедливость судебной системы все это не могло не вызвать народного гнева. А начало Первой мировой войны, когда для нужд фронта власти начали в огромном количестве забирать скот, продовольствие также легло тяжелым бременем на плечи и без того угнетенного народа. В 1914 году Российская империя вступила в большую войну, то есть это Первая мировая война, которая случилась, и эта война, она очень сильно подкосила Российскую империю. То есть Российская империя к тому времени уже была, так условно говоря, немножко похожим на failed state, то есть такое несостоящее государство. То есть поражение Российской империи в русско-японской войне показало, что большая коррупция, там, влад, непотизм очень сильно подкашивал эту империю. И это привело к тому, что и во время Первой мировой войны мы тоже наблюдали большое количество таких нарушений, которые, в принципе, были не по душе простому народу. Солдаты и офицеры, которые убегали с фронта на юг и в Китай, проходили через территорию Тургая и Улутау. Это были дезертиры, которые разоряли все на своем пути. грабили и сжигали целые аулы, убивали мужчин и детей, а женщин насиловали. Этот произвол и безнаказанность преступников вынудили мирное население к самостоятельной борьбе и защите. Те, кто мог постоять за себя и защитить других, брались за оружие. И одним из первых стал Нурмагамбет Кукембайла, обычный охотник и коневод. Нередко в одиночку или с другими джигитами он спасал жизни людей и защищал мирные аулы. Ну а указ царя о реквизиции народцев Средней Азии и Казахстана на тыловые работы в качестве бесправной черной силы вызвал уже массовую стихийную реакцию. Восстание, которое вошло в историю как национально-освободительное движение 1916 года. Когда начали призывать казахов на тыловые работы, случалось такое, что многие представители элиты казахской, они откупались либо делали так, что их дети не шли на тыловые работы. А именно простой народ, простые казахи, во многом им приходилось как бы страдать от этого закона, потому что они были как бы более бесправны. И соответственно, вот именно такое резкое расслоение социальное привело к тому, что простой народ, он в принципе поднял голос против российского самодержавия, потому что данное как бы данное событие, оно было таким реально социально несправедливым. То есть, по идее, должен закон быть общим для всех, но оказалось, что те люди, которые были богаче и имели связи, они своих детей, условно говоря, отмазывали от тыловых работ. А простой народ шел на эти тыловые работы. После того, когда Российской империи начали призывать казахов в армию, трудовую армию, они посчитали за оскорбление. Потому что, если уже воевать, значит, надо воевать в рядовой армии, а не трудовой. Значит, они считали, как людей второго сорта. Они это дело не могли текнуть. Во-вторых, у них, в принципе, не было особого желания защищать Российскую империю. Поэтому они были не согласны и встали против. Встали против практически одновременно сотни тысяч простых бедняков казахов, узбеков, уйгуров, дулган и кыргызов на обширной территории Казахстана и Средней Азии. Тут и там недовольные колониальной политикой организовывались в отряды сопротивления. Повстанцы уничтожали списки призывников, долговые и налоговые расписки, документы. Громили аулы волосных управителей и баев, которые поддерживали реквизицию. Все чаще происходили открытые боевые столкновения с карательными отрядами. Несколько полков было направлено, чтобы подавить восстание 1916 года. И надо сказать, что это единственное восстание из трех, трехсот против империи восстаний, которое не потерпело поражение. Более того, местами они побеждали даже регулярные имперские войска, которые были вооружены пулеметами, пушками. Одним из самых сильных очагов восстания 1916 года стал Тургай. Повстанцы фактически свергли царскую власть и провозгласили ханство, ханом которого был избран Абдигапар Жан-Буссенула. Однако фактическим лидером и главнокомандующим отрядами ополченцев стал Амангильды Эйманов. Вот под таким красным флагом проливали свою кровь участники восстания 1916 года. Как известно, во главе этого народно-освободительного движения стоял Амангильды Эйманов. Именно его имя написано арабской вязью на этом флаге Сардар Сарбас Амангильды. И с этим именем восставший шлифбой. Хотя уже в одноименном советском фильме, а также на картинах художника Аблхана Костеева, посвятившего большую часть своего творческого периода изображению Амангильды, этот флаг заменен на красное знамя советов. Восстание, которое начал Амангильды Эйманов в 1916 году оказалось самым мощным и продолжительным во всем Казахстане и Средней Азии. Оно не прекратилось до тех пор, пока царь не был сверхнут с трона. В остальных регионах восстания длились не так долго. Месяц, 15 дней, 20 и были подавлены. А в Тургайе, сколько бы их не подавляли, они воевали, пока не достигли своей цели, вплоть до Октябрьской революции и даже после. Амангильды Эйманов, несмотря на то, что в миру был человеком простым, не имевшим специального образования и нужного опыта, проявил себя как талантливый полководец и тактик. К моменту, когда восстание набрало силу, численность его отрядов достигала 20 тысяч человек. И это было уже не простое ополчение, а организованное войско. Из воспоминаний о Леби-Жангильде мы организовали несколько кузнец. Здесь наши кузнецы вместе с рабочими, бежавшими от мобилизации из Атбасара, Акмолинска и даже из Семипалатинска, переделывали и чинили берданки, охотничьи и старинные фитильные ружья, ковали ножи, топоры, пики. Мы сами готовили порох, лили пули, делали седла и сбруи. Амангильде Иманову удалось применить сразу несколько новшеств в формировании отрядов и тактику ведения боя. К примеру, впервые он ввел в составе войска отдельное подразделение мергенов-снайперов. Это была отборная тысяча лучших воинов, которую возглавлял Кейко Батыр. В наше время это спецназ. Все ответственные дела поручались им. В то время было мало у казахов винтовки. В большинстве это было самодельные ружья, сабли, копии, ну и кое-какие винтовки, которые они доставали в сражении у русских. Так вот он боевал. О храбрости и невероятных подвигах Кейко Батыра в народе до сих пор живет множество легенд и воспоминаний. Одно имя Кейко приводило в ужас его врагов, потому что встреча с ним в степи не сулила ничего хорошего. Недосягаемый для противника Кейко Батыр мог один перебить целый отряд и остаться невредимым. Будто заговоренный он неожиданно появлялся из ниоткуда и исчезал в никуда. Перед каждой своей битвой, порой прямо на глазах у врага, Кейко всегда сначала читал молитву. Разве обычный человек будет читать молитву в таких условиях? Он был настолько верующим и уверенным в себе человеком, что читал молитву перед боем. Он всегда был готов погибнуть, он не боялся смерти. Также, видимо, для психологического воздействия он надевал на голову шкуру лебедя с крыльями и красил в разные цвета конскую грибу. Очевидно, это было очень устрашающее зрелище для его врагов. Что-то мистическое и пугающее. Карательные отряды, охотившиеся за Кейко Батыром, на протяжении долгих четырех лет не могли его схватить. Всякий раз он одерживал верх над преследователями, был неуловим. В Улутауских горах до сих пор сохранились неприступные пещеры, в которых Кейко отбивался от врагов. А среди солдат царской армии о Кейко ходили легенды. Они считали его демоном, бесом и очень боялись «Кейко Он мог один на коне целой толпе скакать и все его боялись страха, потому что малейшее движение он убивал. Стояли как вкопанные. А вот эти русские солдаты говорили «Кейко шайтан, Кейко шайтан» и все в разные стороны разбегались. До того он был для них страшен. Меткий стрелок, смелый и сильный воин, талантливый командир. Все эти качества сделали Кейко личностью легендарной еще при жизни. Его авторитет был непререкаем, а слава распространилась по всей степи, однако сам Кейко был человеком скромным и нелюдимым. Большую часть времени проводил он вдали от больших аулов, занимаясь охотой. Потому земляки его и прозвали Кейко отшельник. Зачастую он в одиночку или же с силами в разы уступающими противнику одерживал немыслимые победы. Вот лишь одна из историй. Для подавления повстанского движения вышел отряд из Кустаная. Ну там это было видимо человек 200 казаков. Они были вооружены винтовками. Четыре орудия было малого калибра. вот и был поручен ему остановить этот отряд. И он устроил засаду им. И в результате говорят было побито столько людей что они то ли на 16 то ли на 17 санях грузили трупы отряд каратин ну посчитайте если даже было по 10 человек трупов на 17 тут считайте более 100 человек было перестрелены перебиты вот его как бы сказать героизм вот он мог один напасть на десятки вооруженных казаков и выйти оттуда победителя был отчаянный отчаянные дела можно привести один пример когда он один убил 18 колчаковских воинов это не простые это солдаты колчаковские офицеры событие было так это уже был почти 19 год вот нынешний аул кейкабатор тасты называется а это зимовка ажайлев ахтас расстояние где-то 12-13 километров и вот в вечернее время летнее из-за улы послышал шум кейкабатор понял что что-то творится он на своем коне выезжает туда когда он уже подъезжает выезжает оттуда колчаковцы 18 воинов солдат вооруженные на конях а он подъезжает сразу же уходит под брюхо коня конь идет очень красивый конь танцуя эти 18 колчаковцев бросаются поймать этого коня и когда они подошли на близкое расстояние он выскакивает из-под брюха из кавалерийского карабина 5 раз Петерек сразу убивает и мимо проскакивает те со страху начинают удирать догонять все 18 убивает это было событие этих солдат с камнем на шее бросили в реку тосты вот это один только пример таких примеров много это был отважный воин бесстрашный и он очень любил свой народ уникальная меткость кейко-батыра в стрельбе из оружия еще при его жизни была овеяна невероятными легендами в народе кейко наряду с батыром часто называли миргеном то есть стрелком а враги боялись приближаться к нему на расстоянии выстрела вооружен кейко-батыр был вот такой винтовкой кустарного производства впрочем для того времени и это было огромной роскошью дефицитом потому что большинство восставших были вооружены кто чем саблями булавами или просто штыками отличительной особенностью кейко-батыра было стрелять не целясь взмах руки и он попадал в цель точку мог попасть стрелять на звук мог просто повернуться назад посмотреть и через плечо стрелять свежья в точку то есть это великолепный был стрелок дар от природы и все его братья тоже были меткими стрелками их было пятеро у нас говорят амангильде меткий глаз а кейко меткая рука то есть он мог стрелять и поражать мишень даже не целясь настолько талантлив он был говорят однажды люди захотели проверить кто из них лучше стреляет амангильде иманов легко поразил монету которую кейко держал своими пальцами а вот кейко сбил пулей асык с головы иманова и тогда амангильде с восхищением сказал им кейко когда стрелял я это было опасно лишь для твоего пальца а ты поставил под угрозу мою голову и жизнь батыр и патриот кейко 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 отважным человеком с открытой душой он был готов пожертвовать жизнью за свою землю за свой народ и за своих товарищей но он не был политиком и революционером и в то смутное время когда власть то и дело менялась а простой народ продолжал бедствовать он не вникал в хитро сплетение политических игр главной для него была мечта о независимости родной земли Амангильды Иманов знал арабский язык немного владел русским а кейко батыр не знал русского языка у него была одна правда он защищал казахский народ и казахскую землю он не хотел разбираться кто красный а кто белый кто плохой а кто хороший для него все они были оккупантами и захватчиками и всех своих врагов кейко всегда держал в страхе не подпуская на родную землю трагедия кейко батыра заключается в том что он не мог разобрать кто есть кто тургаев в то время был центром эпицентром всего там были алашардинцы там были бывшие колчаковцы белые так называемые там были красные когда Амагильд Иманов был жив когда его спрашивали с кем он говорил с кем Амагильды я с ним с теми но когда Амагильды Иманова убили алашардинцы он вообще потерял ориентир он не знал куда деваться с кем быть как защищать эту землю как защитить свой аул хотя бы эта ситуация схожа с героем романа Тихий Дон Григорий Мель он очень похож он так же метался не знал куда деваться то за белых то за красных он оказался в такой ситуации и он решил до конца биться просто и против белых и против красных и против алашардинцев он понял что что красные что белые они все одинаковые они враги казахского народа и он решил воевать со всеми и с красными и с белыми и в конце концов он был против русского народа это его политическая ошибка незнание обстановки привело к тому что он был зачислен как бандит вот все его люди которые за ним пошли и всех считали за бандитов и красная армия или советская власть начали борьбу по ликвидации его в кавычках банды советское правительство признало Амангильда Иманова народным батыром а Абдегапар Жан Босынула и Кейко Батыр оказались вычеркнутыми из истории потому что когда-то воевали против русских Абдегапар родственник Ахмеда Байтрусынова его обвиняли в связи с Алашурдой говорят Абдегапара убил Амангильда позже брат Амангильды Бектипперген в отмеску убил Абдегапара так и закончилась эта трагедия да, гибель друзей и соратников по освободительной борьбе стала для Кейко большой трагедией он остался один не веря ни красным ни белым ни Алашурдин Самбатыр начинает свою собственную войну для того чтобы схватить Кейко в Улуттау куда он откочевал несколько раз наряжались специальные карательные отряды но это было бесполезно и тогда большевики написали ложное письмо от имени Алиби Джангильдина отряд возглавил лично комиссар Николай Токарь ну возможно Алиби Джангильдин и не подписал такое письмо но такое письмо он привез что его приглашали в Тургай хотели с ним побеседовать и возможно хотели его перевоспитать объяснить что к чему чтобы он мог разобраться в этой политической обстановке потому что они были красные они-то были сначала за красных а потом он запутался ну он поверил Токарю Токарю потому что тот долгое время пришел среди казахов он чисто разговаривал по казахски он ему объяснил они приехали невооруженные вот а он был вооруженный вот и он после душевного разговора он просто поверил ему он сказал что Кейко заблуждается ему нужно указать правильную дорогу он не виноват ведь если ты убил человека на войне это закон войны никто за это не отвечает поэтому он сказал Кейко Батыру пойдем с нами мы покажем тебе правильный путь Ахжан его верная спутница его оберег она всегда была рядом прошла этот путь вместе с любимым до конца и в этот решающий момент именно она спасла жизнь Кейко который едва не стал жертвой коварного плана и по дороге когда они заночевали там недалеко от Тургая ночью она Ахжан прибивает к нему говорит Батыр Батыр тебя обману путем везут Тургай я сейчас услышал как солдаты разговаривают ниже с тобой берегись они тебя могут арестовать там же и возможно плохо кончится тебе и после этого он дождавшись ночи когда люди уснули он пристреливает Токарева и всех остальных предупреждать чтобы они не вставали и ночью они уезжают он она и с братом вот она в какой-то степени в тот раз она конечно спасла его и когда он вел последний свой бой когда в доме где он ночевал чтобы утром уехать в сторону Улутау она ему помогала она перезаряжала винтовку он отстреливался она перезаряжала винтовку вот до последнего она была боевой подругой и она же вместе с ним погибла жена Кейка Ахжан тоже была батыром она была очень храброй девушкой происходило из рода Найман она была предана Кейка до самого конца и неотступно следовала за ним вместе с батыром переживая невзгоды и тяготы она из довольно богатого рода но тоже любила ездить наездница хорошая умела стрелять это была верная подруга и последний бой он принял вместе с ней это были их последние дни словно затравленные звери они вынуждены были скрываться и бежать батыр чувствовал что смерть близко но сам он никогда не боялся умереть а она Ахжан ведь ей только девятнадцать вся жизнь впереди этой ночью они не уснут словно предчувствуя беду еще не родившийся малыш притих в утробе матери сколько еще день два а может быть не суждено увидеть и рассвета долгие томительные часы ожидания были самым сложным испытанием для отважного батыра нет он не боялся преследователей не боялся умереть но он хотел жить любить он хотел чтобы жили они и ради этого он готов был сражаться до последней капли крови кейкер сдавайся ты окружен ну вот и все это его последний бой те кто снаружи не смогут взять кейка живым батыр будет биться до конца но станет жертвой коварного предательства каратели устроят страшную расправу над кейка его женой и еще не родившимся ребенком вместе с ними погибнет и младший брат батыра шубар вот так закончилась эта история которая на долгие годы будет стерта из нашей памяти с ним с ним был один из сыновей его братьев он и были два татарина которые были вместе с ним когда началась перестрелка у него было мало патронов он отстреливался жена помогала тоже а эти двое прятались потом один из них кричит на русском у него кончаются патроны берите а кейкобатор не владел русским языком и кейкобатор когда подошел к двери сзади один из этих парней толкнули выстрел ему в живот попадает падает и тут заскакивает красноармейцы дальше они расправляются но даже после смерти мученику положившему свою жизнь на алтарь свободы не суждено было найти успокоение то что не удалось сделать царским войскам закончили большевики надругавшись над телом батыра они использовали его гибель для утверждения своей власти на этой земле его голову целый месяц в райцентре ну сейчас райцентр в то время это был считался город Тургай на шесть его воткнули голову и прямо в ворот говорят установили и люди через ворота проходили и видели что его голову ну это для чтобы наводить страх вот и в конце концов они его череп отправили в Оренбург и оттуда он попал попозже в Санкт-Петербург Традиция отрубания головы мятежников и лидеров восстаний это давний метод устрашения и запугивания подвластных народов который применяла царская власть и еще множество голов героев других народов тех кто выступал против российской империи хранятся в Кунскамере он мог уйти конечно он мог уйти в Китай его боялись никто его не держал красноармейцы боялись есть сведения о том что через татарского поэта Тогана Анвар Паша турецкий посылал ему именное оружие саблю и приглашал в Турцию он мог уйти в Турцию но он не мог покинуть свою родину не мог покинуть эту землю он видел что красноармейцы которые отбирали скот ну конечно может быть им не так приказывали но они это творили беззаконие грабили местное население как раз была протразверстка забирали последнее зерно скот а он отбирал вот это все и возвращал можно сказать своего рода Робин Гуд ради народа своего он отдал свою жизнь не ушел воевал до конца до последнего потом это моего героизма как раз таки 12 августа 2016 года Сочи спустя 93 года после смерти Кейка Батыра премьер-министр Казахстана и России Карим Масимов и Дмитрий Медведев договорились о возвращении его останков из Российского музея антропологии и этнографии на родину в Казахстан а это уже Тургай годом позже 15 сентября 2017 почетный караул торжественная обстановка с участием государственных деятелей чиновников потомков и земляков с соблюдением всех мусульманских традиций происходит церемония захоронения останков Кейка Батыра на родной земле исторический день ведь это возвращаются не только останки Батыра возвращается его имя память о нем его героический дух конечно были те силы которые были против того что вернуть артефакт из имперской из имперского музея музея Петра Великого кунсткамера там хранилось это было впервые в истории империи выдачи такого артефакта это мы казахстанцы взяли своего героя даже череп дагестанского героя Кавказской войны Хаджи Мурата до сих пор не возвращен дагестанцам поэтому я полагаю что наше правительство наш президент сыграли громадную роль это должны знать наши потомки и самое главное то что наше государство как раз таки почитает героев своих это пример для молодежи это пример патриотизма изучить историю Кейка Батыра как он отдал свою жизнь бесстрашный человек за нас за наше будущее он отдал жизнь после возвращения останков Кейка Батыра на родину его череп был передан в Венгрию для проведения антропологической экспертизы в результате этой экспертизы был подлинно восстановлен облик Кейка Батыра вот так он выглядел на самом деле Безусловно возвращение и захоронение Батыра на родной земле стало знаковым событием с точки зрения возрождения нашей истории и нашей культуры теперь благодарные потомки народного защитника отважного героя могут прийти сюда в его мавзолей чтобы отдать дань памяти и помолиться за упокой души и на самом деле это Субтитры создавал DimaTorzok